Приветствую вас. Я думаю, что есть разница между, скажем так, детской частью личности и гендерным поведением. Я думаю, что, поскольку у вас это конфликтует, что вы, по сути, говорите, что если я не чувствую себя взрослой, то я не серьезная, я не девушка. Мне кажется, что ключевой момент именно в этом. Во-первых, вы чувствуете стыд за то, что вы одеваетесь не классически, например. И этот стыд – это подавленный зло, с которым нужно несколько, как бы, выделить и проявить. Второе. На мой взгляд, хоть вы и не чувствуете себя взрослой, вы все же подавляете свое детское состояние. То есть подавляете свои какие-то определенные импульсы, свои желания, возможно, и так далее. В итоге вы оказываетесь не там и не там. Поэтому научиться случать своего внутреннего ребенка и давать ему возможность себя проявлять – очень важно. Что касается тех требований внутренних, которые вы к себе сами предъявляете, то они никаким образом не влияют на то, да, там, девочка вы или, ну вот в другом случае, да, мужчина или нет. А серьезность и требования – это скорее больше про определенную форму, про определенную модель, как женского, так и мужского поведения. И это самое поведение может быть любой другой формы, например, как у вас. Просто мне показалось, что вы сравниваете себя постоянно с классической моделью. Например, девушка, видите не за ответственность, и в общем и целом из этого возникает конфликт. Не факт, совершенно не факт, что вам эта классическая модель не подходит. Просто, может быть, она вам навязывается, и вы уходите вот в такой протест. Но если вы, скажем так, вот эту протестную свою часть опять же сможете прожить, да, выразить, прочувствовать ее, то, возможно, и классическая модель не будет для вас такой уж страшной. И брак, и все остальное тоже. Потому что сейчас это выглядит так, как будто бы вы не сознательно выбираете то, как вам нравится, а просто бежите от большого количества ответственности, точнее, долга, точнее, обязательств. И вас никто не заставляет их на себя брать, вас никто не заставляет строить серьезные отношения, выходить замуж и становиться родителями. Напротив, все это по желанию и так, как хотите вы. Но для того, чтобы понять, как вы хотите, нужно научиться к себе прислушиваться. А у вас как будто бы идет только протест, только борьба и внутренний спор. Вот. Ну, например, с мамой, которая, получается, в детстве была в недоумении и скандалила с вами из-за того, что вы не красились. Вообще, это довольно, мне кажется, травмирующая ситуация, когда мама от вас маленькой требует краситься. Отдельное рассмотрение, наверное, заслуживает тема взросления, потому что вы понимаете взрослость как набор обязательств. Это не так. Взрослый человек или, можно сказать по-другому, актуализированный человек. Это тот, кто в первую очередь замечает свои реакции на внешние раздражители. Выражает и проявляет их так, как ему хочется. Это взрослый человек. В норме ребенок обучается этому в детстве с родителями, совершая различные ошибки. Не самые лучшие действия и так далее, получая обратную связь, анализируя ее и потихонечку приходя к тому, как ему комфортно. Суть по всему, у вас такого не было, отсюда вот это вот нарушение тоже присутствует. Его необходимо корректировать. Очень многие люди говорят, что поступать так, как хочу, означает беспредел. Нет. Нет. Никакого беспредела здесь нет. Для того, чтобы именно прочувствовать, как я хочу поступить, необходимо это исследовать, изучить. У вас не было, судя по всему, такой возможности в детстве, поэтому это можно сделать с психологом. И просто поисследовать. И вы найдете свой, в общем-то, уникальный стиль жизни. Вот. Видите ли, а одиночество, то, о котором вы пишете, это бегство здесь. Здесь это бегство. Бегство это оценки от какого-то обсуждения, внимания, что ли. Вы говорите, как донести эту миру, чтобы меня перестали критиковать? Никак. Люди будут вас критиковать. Никак вы не донесете эту миру. Но вопрос к другому. Зачем? Зачем вам доносить миру что-то? Зачем вам прекращение критики? Не потому ли, что в этой критике вам кажется что-то желанным, интересным. И вы этого боитесь? У меня ощущение, что вы стоите перед выбором между тем, вот, буду ли я той, кто я сейчас, и буду ли я какой-то взрослой классической девочкой. Хорошо, новость в том, что выбор вам делать не надо. Вы можете быть и той, и той. Вы можете как угодно совмещать различные элементы этих двух ипостасей. Но, для этого нужно сделать то, о чем я говорил перед этим. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи.